Николай, скажите, впечатление от поединков у Мечева и Наврозова было ли такое, что был бой и ничего не было? Нет, это ужас. Я редко высказываюсь в таком ключе, но за такие бои спортсмены не заслуживают. Ну, твои ощущения, бой стоил тех ожиданий или нет? Конечно нет. Мне кажется, все это видели. Это самый ужасный поединок, который я когда-либо видел. Это самый худший бой в этом турнире. Причем турнир, за исключением главного боя, был реально крутым. Были драмы, были нокауты, были победы, были поражения. Мне реально нравился этот турнир. Он был грандиозным с точки зрения медиаса, с точки зрения состава пар. Но, знаете, такая подстава со стороны главного боя я даже не мог представить. Есть ли какое-то объяснение, почему это произошло у вас? Мне кажется, надо спросить спортсмена в первую очередь, не меня. Ну, здесь состоялись финалы гран-при. И вот у меня есть такое ощущение, что для бойцов сейчас, в принципе, в мире, это, наверное, является вершиной карьеры. Потому что, условно, когда готовишься к турниру по ММА, всегда спрашиваешь бойцов про UFC, какое-то другое событие. А здесь ощущение, что вот, а за пределами России ничего нет. Даже тот Берк Накал, когда я спрашивал того же, кто там и человек, вот назад, он там Курданов дебютировал. Кто это такой? Ну, ладно, там желая победы. Ну, то есть, есть ли ощущение, что сейчас, может, РСС даже является в этом плане лидером в мире? Ну, знаете, мы так не думали, мы все равно, я считаю, локальная организация, что Топ-Дог, что РСС. Но кулачная лига настолько сейчас привлекает внимание со стороны не только России, но и со стороны мира. Люди смотрят кулачные бои из России, потому что у нас реально сегодняшний день лучшие бои в мире. Я с уверенностью могу сказать, что Топ-Дог, что РСС, где всегда может увидеть настоящее зрелище и топ уровня бойцов, которые есть в наших организациях, на сегодняшний день лучшие. Сегодня точно не было вопросов к Валерию Мясникову. И про его вызов, готовность доминить Вячеслава Василевского мы уже в издании позвонили и Радмиру Габдулину. Он заинтригован, а сам Ковалев сказал, что это очень хороший вариант и надеется, что бой будет. Какие-то препятствия для этого поединка сейчас существуют? Мы поговорили с Валерой, он спросил про этот бой. Мы сказали, что не против, если ты после этого поединка не получишь никакую травму и будешь готов в полной мере принять этот бой. Только что мы узнали, что он готов. Я с радостью его готов отпустить на этот поединок. Ураловси, это тоже дружеская нам лига. И это крутой медиабой. И я уверен в Валерии, если он одержит победу, он только станет еще более узнаваемым. Кто в этом поединке в вашем представлении является, если объективно творит? Ну, определенный Валера. Его класс намного выше. И опять же, это еще бой в лма перчатках. Мне кажется, здесь еще больше шансов. То есть кулачка, все равно бывает, риски случайки. Ты можешь сделать какую-то сечку. Здесь будет бой в лма перчатках. И все равно базовый стиль. Бокс. И мы видим, в какой форме Валера. И я уважаю Белаза. Он тоже выступал у нас. Он достойный оппонент. Но по мне, Валера здесь будет в авгаре. В ближайшее время по мячу или гадже автомату какие-то бои будут предложены? После такого боя, я думаю, нет. То есть это для него последнее выступление в лиге? Не готов. Знаете, прям рубить с плеч. Но я еще 10 раз подумаю, когда буду делать подобные бои. Накануне было объявление, ну, анонс боя. И сегодня к этому подтверждение Токова и Шельменко. Но вот я пару дней назад, условно говоря, разговаривал с Анатолием. И говорил, контракт не подписан. Вот конкретно контракты сейчас с бойцами подписаны или нет? Физически нет, но понятийно уже все договоренности пришли на «да». Поэтому осталось буквально подождать немного, и вы увидите в соцсетях подписание контракта. А зачем вообще надо было сделать такой, скажем, фальстарт подписания в анонсе поединка? Еще раз. А зачем нам нужен был этот фальстарт анонса поединка, то есть до подписанных контрактов? Посмотрите, вообще в мире единоборство России очень редко, но все следуют определенным правилам подписания контракта. То есть достаточно слова, и человек готов принять бой, готов выйти. То есть особенно, когда разговоры идут между такими спортсменами, когда слово важнее любой подписанной бумажечки. А вызвала ли такая история, что вот узнав о своем сопернике, Токов или Шлеменко сказали, «О, я дерусь с Александром, с Анатолием, значит мне гонорар надо увеличить». Ну, в любом случае, Александр всегда получает хорошие деньги. С Анатолием мы долго видели переговоров, но в целом, я думаю, оба спортсмена были довольны. Иван Шутерков планирует выступить 14 декабря по правилам, как я помню, кикбоксинга планирует? Да, буквально сегодня мы получили подтверждение о его участии. В ближайшее время мы сделаем анонс, и да, Ваня хочет поучаствовать в декабрьском турнире по правилам «Ресип фарафайт», кикбоксинга, лома, перчатка. Будет очень интересное имя. А у потенциального соперника согласие есть? Да. Это «Иномота»? Возможно. Что сейчас в будущем Александра Сарнавского? Тоже у него был анонс поединка, но тоже контракт официально не был подписан. Где он выступит? В «Файт Найтсе» или в «РСС»? Нет, то, что я знаю, он должен податься на «Файт Найтсе». У него, по-моему, объявлен даже поединок. С «Адрианом Артекса». Да. Но, как Саша говорил… Как я знаю, да, бой должен стоять на «Файт Найтсе». И участие его в «РСС» пока не планируется, не обсуждается. Ну, я не люблю заглядывать вперед. Давайте сейчас пройдет бой у Александра, и уже после этого можно что-то обсуждать. Какое у вас отношение к последнему турниру «Хардкор по кулачке», учитывая вот это вот, ну, специфические правила, когда там начинают с лоу-киков и далее продолжают по кулачке? Я посмотрел турнир, в целом могу сказать, был очень достойный карт, хороший вен, да, опоздали на час, да, мало боев, но в целом хороший турнир, мало грязи, что мне больше всего понравилось. И работа со стороны Умара Кремлева дает положительный результат, и я надеюсь, «Хардкор» сможет перезапустить себя и пойти на путь исправления. Нету сожалений из-за того, что теперь топовых бойцов «Хардкора», ну, подписать, наверное, не получится. Да я не могу сказать так. «Хардкор» не совсем не подписан. Ну, и какие у вас ожидания от поединка Петра Яна и Дэвисона Фигередо, который тоже состоится достаточно скоро? Ну, я планирую поехать на этот бой, и, конечно, буду болеть за своего друга, одноклубника, бойца из Екатеринбурга, поэтому я уверен в его победе, и он сейчас в отличной форме. Дэвисон Фигередо для него удобный соперник стилистически? Мне кажется, да. Он давно в UFC, давно планировались бои с Петей, поэтому, я думаю, да, он уже знает давно эту позицию. Спасибо большое.